Мы не обдирали это все, все обвалилось само. Мы ничего, мы просто это все мешками выносили отсюда. Вот оно просто вот так вот все падало, прям обои, прям вот со штукатуркой, прям оно просто все падало. В пустые квартиры люди возвращаются только, чтобы рассказать о своем несчастье. Жить тут сейчас невозможно абсолютно. Электричества нет, холод как на улице, мебель по большому счету пришлось выкинуть. А кое-где с потолка в любой момент может упасть кусок бетона. Мне говорят, заходи и живи просто действительно в эту квартиру, когда они сегодня-завтра просто завалятся. Я одна с двумя детьми, я не знаю, я восстанавливать действительно, мне не за что эту квартиру восстанавливать после вот этого всего. Я уже нервы просто сдаю. Эта печальная история началась в июне. Тогда во время пожара у дома полностью сгорела крыша. Причем от самого огня пострадали лишь две квартиры на пятом этаже. В тот момент казалось, что большинство жильцов отделались легким испугом. Они думали, скоро крышу починят и все будет хорошо. Но не тут-то было. Ремонт кровли идет до сих пор. Пленка на ней появилась всего месяц назад. А до этого летние ливни сделали свое черное дело. Я думала, что просушу. Но теперь уже два дня полностью температуру до 40 мегалов. Ничего не просыпает, запах не уходит. Ясно, что сырость под полом. Надо снимать полностью весь пол. Вот здесь шкаф у меня посудный висел. У парм вся посуда у меня побилась. Я ее вытянула. Сами видите, дверь у нас. Все вот поразсохло. Ничего не закрывается. Поразмокло. Все в плесени. Валентина недавно сделала ремонт. Теперь он пошел прахом. Навехонькие обои отходят от стен. Женщина, к счастью, смогла купить себе другую квартиру. Но есть тут и люди, которым совсем некуда деться из аварийного здания. Некому нам пожаловаться. Некуда идти. Всем нам рты затыкают. Вот и все. Сейчас холодно? Сейчас очень холодно. Все попростывали, которые живут на пятом этаже. В администрации района объяснили. На восстановление кровли после пожара сразу выделили 750 тысяч рублей. Подрядчик нашелся быстро, но оказался недобросовестным. За лето не сделал ничего. И договор с ним пришлось расторгнуть. Новый исполнитель приступил к работе 8 августа. И первый месяц занимался только тем, что убирал с крыши тонны мусора. Потом ставил вот эти стропила. Сейчас из резервного фонда края выделено еще 1 миллион 80 тысяч рублей. К концу недели эти деньги будут получены нами. Мы проплатим подрядчика. Но и там дальше пойдут работы регионального оператора капремонта. И график составленный по ремонту кровли на 12 и 9 доме. График предусматривает окончание работы в декабре месяце. По словам мастера участка, когда крыша будет закончена, она будет и теплее, и надежнее старой. Вот только кто будет восстанавливать дом изнутри, пока не ясно. По закону эта обязанность лежит на плечах самих собственников. Но у большинства из них нет на это средств. Мария Антюшева, Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости.